Как идеально провести встречу министров финансов? Какие основные сложности будут ожидать организаторов Олимпиады в Сочи? В чем главное преимущество российских пиарщиков перед их западными коллегами? Александр Шумович и Алексей Бервов, соучредители компании Eventum Premo ответят нам на эти и другие вопросы и расскажут о своей компании. У нас получается одна прикольная концепция, хорошо продуманная и все. И по-хорошему сегодня нужно написать бриф и отдать дизайнеру, чтобы мы так совали. Потому что нам же этих синих людей нужно отрисовать, нам нужно отрисовать эту машину из цветов, нам нужно отрисовать шляху. Шляху вообще нужно с разных сторон, чтобы она была вкусная. Скажите, с чего начался ваш путь в Event Management столь высокого уровня, как вы стали соучредителями и с чего вы, собственно, начинали? Я закончил философский факультет Российского государственного гуманитарного университета, проработал несколько лет в компаниях, после чего понял, что мне хотелось бы, чтобы моя карьера развивалась быстрее. И как только я понял, что я слишком медленно развиваюсь, я решил открыть компанию. Тем более, что... Сколько вам лет было? 23 года. 23 года? Да. Быстро вы поняли? Да, прошло довольно быстро. Я учился в Рижском политехническом институте и по специальности экономист, специализация предпринимательская деятельность. Так что для меня это было очень естественно быть предпринимателем. Мне было 27 лет, и я одолжил у тещи пару тысяч долларов, купил компьютер, купил факс и договорился с друзьями, мы стали организовывать семинары. Это было две компании. Компания Eventum и компания Premo. Eventum делала мероприятие, а Premo была пиар-компанией. Буквально год назад мы решили объединиться, и теперь это компания Eventum Premo. Мы делаем корпоративные мероприятия, наши клиенты – это бизнесы. Это различные коммерческие мероприятия, такие как презентации, лаунчи продуктов, какие-то дилерские мероприятия, мероприятия для сотрудников компаний. Мы участвовали в подготовке встречи министров стран-актепортеров газа в прошлом году. Мы организовывали встречу бизнес-совета стран АТЭС. Это организация, объединяющая страны вокруг Тихого океана. Коммерческие компании думают всегда в категории прибыли и убытки. А паблик-сектор, то есть государственные органы, они думают в категориях «как должно быть правильно», «как ни в коем случае не должно быть». И расставляя наши приоритеты, мы получаем другой сценарий мероприятия, другой сценарий подготовки. Чтобы было все политически правильно, чтобы было все организационно правильно и без единой права на ошибку. Вы сумели каким-то образом объединить тот опыт проведения мероприятий, которые у вас есть, и сделать некое пособие для тех людей, которые только начинают этим заниматься, для ваших коллег. Книга называется «Смешать, но не взбалтывать». И перед тем, как ее написать, кроме того, что мы анализировали наш бизнес, мы еще ездим и анализируем разные мероприятия, большие. Например, мы поехали в Пекин, когда там была Олимпиада, и исследовали ее так, как могли, да, мы исследовали, как она сделана, как ее организовали, насколько она успешна, насколько она успешна с точки зрения маркетинга страны в целом. В России мы смотрим друг на друга, мы смотрим на своих коллег и пытаемся где-то их обойти, сделать что-то лучше, но тем не менее мы более-менее типично решаем одни и те же задачи. Оказавшись в другой среде, мы видим тоже наших коллег, но представители совершенно другой культуры. Там были азиатские организаторы мероприятия, там были американские, европейские. И они решали похожие задачи, но совершенно другим способом. И понять вот эти различия было, ну, чрезвычайно полезно. В Китае была ситуация, что там было около миллиона волонтеров, и у них была проблема с языком. И у нас было очень много сложностей именно с тем, чтобы понять, куда нам идти, куда нам поворачивать, где купить батарейки для телефона. И это важный вывод, потому что куда бы вы ни пришли, все равно ваши гости встретят людей. И вы должны думать о людях в первую очередь, а потом уже о технике, о баннерах. Я думаю, что после Пекина, наверное, основной амбицией вашей будет в Сочи. Какую часть Олимпиады в Сочи вам было бы наиболее интересно организовывать? Безусловно, весь блок связан с волонтерами, то, о чем я сказал. Это, как оказалось, это очень важная часть. Был такой опыт в Лондоне, когда людей из как раз службы сервиса, то есть те, кто контактирует с иностранцами, государство, мэрия Лондона проводила специальную долгую программу по переобучению их, потому что бы они перестали относиться к иностранцам с предубеждением. Лондонцы в этом смысле похожи на нас, потому что мы не очень любим чужих. Так же англичане. И они это сделали, они с этим справились. Есть какая-то программа конкретно по переобучению. Это раз, а второе, конечно же, пиар, конечно же, какие-то послания со стороны первых лиц, которые будут говорить, почему это важно на этом уровне. Потому что они будут общаться с иностранцами. Вы слишком серьезные. Почему вы так редко улыбаетесь? Мы делаем много праздников, то есть веселых мероприятий. По идее мы должны быть веселыми. Но представьте себе компанию, которая платит, скажем, 300 тысяч долларов, ну там 9 миллионов рублей на праздник, на свой праздник. Она не хочет отдавать эти деньги людям, которые ведут себя весело, которые в носах и так далее. Потому что либо ты веселишься, либо ты стоишь за рамками мероприятий, потому что ты знаешь, как его делать. Ну то есть это просто другая функция. Люди очень осторожно тратят большие деньги на мероприятия и очень редко дают их людям, которые веселятся на встречах или на переговорах. Это не происходит. Они их нанимают в качестве ведущих, но не отдают им денег. И платят им 2 тысячи долларов, но не отдают 300 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова